Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Студия Аслан Гюрюгов, коротко о главном. Четыре года исполняется Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Какие задачи стоят перед сотрудниками ведомства в репортаже Вестей? Чем живет сегодня поселок Ударный Прикубанского района? Какие проблемы у жителей и как они решаются, об этом госпрограмма. Добрый кофе от Общественного совета МВД. В Карачаево-Черкесии стартовала благотворительная акция «Помощь нуждающимся». Сегодня день образования территориального органа управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. За время работы сотрудники ведомства полностью справились со всеми задачами, несмотря на сложную обстановку с пандемией коронавируса. О том, какие изменения произошли в плане технического оснащения и о том, какие мероприятия были проведены в текущем году, подробнее узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В состав территориального управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии вошли такие подразделения, как СОБР, ОМОН, Центр лицензионной разрешительной работы и вневедомственная охрана. Основные задачи центра – реализация государственной функции по контролю за оборотом оружия, выдача лицензии. Одно из самых мобильных подразделений вневедомственная охрана занимает особое место в охране объектов собственности, решает задачи по повышению имущественных интересов граждан и юридических лиц. Начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Рашид Салпагаров отметил, что все подразделения полностью выполнили поставленные задачи руководством. Срывов ни по каким мероприятиям не было, несмотря на сложную ситуацию с пандемией. Все задачи выполняли срок, ну и срывов никаких не было. Вич состав с возложенными задачами справился. В данный момент наши подразделения все находятся в отремонтированных новых кабинетах, в новом здании. Тепло, уютно, оборудовано новой мебелью. То есть машины, автотранспорт, технику получили почти на 100%. Это подразделение направлено на борьбу с терроризмом и организованной преступностью. Это лишь часть задач, стоящих перед спецназом. Бойцы СОБРа должны уметь все, войти в любую дверь и в любое окно. Сюда попадают самые сильные, смелые и самые выносливые. Сотрудники ОМОНа обеспечивают порядок во время массовых мероприятий, а также оснащают боевым прикрытием других сотрудников полиции. Также очень важную работу проводят в Управлении по патриотическому воспитанию молодежи и взаимодействуют с образовательными учреждениями при проведении военно-патриотических мероприятий. С начала года мы уже совместно с общественными организациями, в первую очередь ДОСААФ и Центр патриотического воспитания молодежи, так называемый пост номер один, с ними планировали мы мероприятия, все задумано исполнили, и где-то в начале года, пока не было осложнений с пандемией, мы провели около 30 различных сборов. В этот особый день образования территориального органа начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Рашид Салпагаров обратился к сотрудникам с поздравлением и пожелал крепкого здоровья и достижения всех поставленных задач. Хочу пожелать, чтобы у всех было здоровье. Очень серьезная ситуация в этой пандемии, поэтому, чтобы все берегли себя, родителей, родственников, семьи свои. Ну, потом, значит, удачи всем, как бы, карьерного роста, все, что они сами себе желают в этой жизни, ну, я им этого и желаю, чтобы все сбылось. По-настоящему летняя погода в октябре продолжает радовать своим теплом. Ждать ли нам яркого солнца в выходные расскажут синоптики. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Ношение масок в общественных местах все еще остается обязательным для жителей нашей республики, ведь они уменьшают риск распространения коронавируса. Мы узнали мнение жителей города Карачаевска о масочном режиме. Очень положительно относятся еще. А в чем вы видите его важность? В чем важность вы для людей увидите? Важность не знаю, но если сказали, что надо носить, надо носить. Я только снял, сейчас вот, видишь. А так надо носить. Хорошо отношусь, это важно. Но на воздухе я не думаю, что нужно одевать маски. В помещениях, там, где люди контактят друг с другом, да. А так не вижу смысла. Не знаю, масочный пульса есть или нет, но когда в больницу куда-нибудь масло этот, я всегда ношу. Честно говоря, вообще вот в этот коронавирус мне не особо верится, потому что, ну, говорят, как бы болеют люди, много людей, ну, например, называют точное число, а этих людей почему-то не показывают. Ну, как бы, поэтому мне не верится. И мне кажется, маска вообще нет с чего, ну, как бы, не защищает, даже если что-то есть. На данный момент масочный режим – это особая мера, которую должны соблюдать, в принципе, все. Ну, береженого Бог бережет, поэтому надо беречь себя. В том плане, что хотя бы маски и гигиена – элементарные методы, которые мы должны соблюдать все. Так мы сейчас, как бы, вышли подышать свежим воздухом, поэтому мы без масок, а в общем мы соблюдаем масочный режим. Масочный режим сейчас в это время самое главное, что нужно соблюдать для общего блага, для общего, как бы, здоровья, чтобы никого не заражать. Сейчас вот эта пандемия как-то тяжело приходится людям, которые заболевают коронавирусом. Желаю, чтобы все были здоровы, да и Аллах, иншаллах, все будет хорошо. Масочный режим и в учебе, и в работе обязателен для каждого – и студента, и работника, и даже для детей. В наших информационных программах мы не раз рассказывали о наших земляках, проживающих в сельской местности. Сегодня мы расскажем о том, какие вопросы волнуют жители поселка Ударно-Прикубанского района, как решаются задачи по улучшению качества жизни. Ответы на эти и другие вопросы в интервью главы поселковой администрации Альберта Герикова. С ним беседовал Мурат Джанкёзов. Альберт Алиевич, добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько человек проживает в поселке и какой национальности? В принципе, поселок у нас небольшой, у нас проживает около 900 человек. Национальности у нас разные. В основном преобладает русское население, также у нас Карачаевцы, Черкесы, Абазины. Процент обстоятельств, конечно, уже не в таком количестве. Альберт Алиевич, а чем занимаются жители поселка и насколько остро стоит вопрос безработицы? В нашем поселке вопрос безработицы не стоит в принципе. Все люди, которые хотят работать, у них есть такая возможность. У нас из, так сказать, у нас школа, детский сад, у нас больница есть, у нас котельная общая, у нас центральное отопление идет, получается. Также у нас очень много людей работают на Росгидро. У нас на территории Донинского городского поселения зарегистрирована Куршавская группа ГЭС. Это филиал каскада Кубанских ГЭС по Росгидро. И очень много людей там работают. Как непосредственно в Росгидро, так и обслуживающие организации, так сказать, подрядчики. Много людей там работают. Помимо того, что там наше население работает, так же у нас приезжают с соседнего региона, с Остроборского края, с Андроповского района. У нас ежедневно около 150 человек приезжают на нашу территорию на работу. Альберт Алиевич, какие первоочередные задачи для себя ставите, вот как глава поселка? Ну, сказать недавно, да, буквально вчера у нас проходил конкурс. Но до этого я уже один срок отработал. То есть это уже мой второй срок, на который вчера утвердили меня в должности. Задач, целей очень много. Мы, проведя анализ того, что мы уже сделали за те пять лет, когда я работал, нам уже ясно, как дальше, какие проблемы есть, как их решать. Например, мы за прошлые пять лет на 95% заменили водопровод в поселке Ударный полностью на пластиковые трубы. Сейчас это вопрос уже не особо кто-то настоит, потому что у нас давление есть, вода есть. То есть, когда я пришел, у нас были некоторые районы поселка, так сказать, отдельные дома, особенно в более высокой части, где люди могли искупаться только в 2-3 часа ночи, когда водоразбор был минимальный. Тогда у них тогда загорались колонки. На данный момент у нас люди переживают, что не все колонки прогревают. Но с этим можно бороться в плане того, что краник прикрутил, и водичка горяченькая уже идет. Сейчас у нас много целей, много задач. К сожалению, на некоторые из них у нас своих сил не хватает. Например, в следующей стадии у нас идет, так сказать, фекально-очистные сооружения. Они у нас полностью находятся в негодности, и на данный момент своими силами мы не можем их восстановить. Поэтому обращаемся везде, где только можно и нельзя. Будем стараться, первая задача поставить, ну, первая задача поставлена так, чтобы восстановить работоспособность фекально-очистных сооружений, чтобы у нас с этим проблем не было. Также наш поселок маленький, он у нас единственное при Кубанском районе, поселок городского типа. У нас в основном науквартирные дома, 37 науквартирных домов. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас и придомовые территории были обустроены, чтобы, как в городе, парк могли сделать, дорожки выложить. Но на данный момент, опять-таки, у нас проблема в том, что федеральная программа гласит о том, что населенные пункты с населением тысячи человек и выше могут вступать в программу устойчивого развития городской среды. Пока что мы туда не попадаем, но мы стараемся. У нас есть музыкальная школа, у нас есть дом культуры, где детишки, даже и взрослые могут заниматься каким-то художественным творчеством. Музыкальная школа у нас достойно воспитывать детей в выпускников своих. У нас даже есть дети после нашей музыкальной школы, но это уже далеко не дети, но сейчас даже в театрах играют в Москве, в Самаре, если я не ошибаюсь. То есть в плане уровня жизни у нас, в принципе, у нас, можно сказать, все есть. Единственное, на самом деле, чего не хватает, это именно вот это благоустройство. Потому что своими силами невозможно выполнить постройку тротуара или замену асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Просто потому что у нас нет таких средств. Для этого нам нужна только помощь региональная и федеральная. На какие аспекты жизнедеятельности поселка вы бы обратили внимание, вот вышестоящих органов власти? В плане уровня жизни у нас, в принципе, у нас, можно сказать, все есть. Единственное, на самом деле, чего не хватает, это именно вот это благоустройство. Потому что своими силами невозможно выполнить постройку тротуара или замену асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Просто потому что у нас нет таких средств. Для этого нам нужна только помощь региональная и федеральная. Причем вступление в федеральные программы. Добрый кофе для солнечных детей. Под таким названием в Карачаево-Черкесии стартовала благотворительная долгосрочная акция, инициированная Общественным советом при МВД по Карачаево-Черкесии и молодежным движениям. Жители и гости республики столицы с удовольствием присоединились к акции. Они покупали горячий кофе, в качестве угощения получали конфеты и печенье, а персонажи из любимых мультфильмов поддержали отличное настроение горожан. Все вырученные средства пойдут на нужды семей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Также будет оказана адресная помощь детям-инвалидам. Организаторы призывают всех желающих присоединиться к данной акции. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова